блин чека была все-таки одержима всем привет дорогие друзья и гости моего канала с вами эфирно games сегодня мы начинаем играть в игру под названием juniors но или сокращенно джер с но можно так сказать эта игра вышла два дня назад я конечно ничего не совсем не знаю поэтому давайте просто начнем вот так с настройками у меня вроде бы все нормально лучше звук громче сделать что было fullscreen пойдет но он типа засчитал так сказать так сейчас проверим за 1 против звук нормально слышно может мне потише надо сделать чуть-чуть так будет ладно все новая игра перевод наверно будет не очень конечно но все же если тут будет что-то объясняться прежде чем начнем сначала лучше проверим обучение лучше пройти в общем найти кто заражен ну или как он типа как импостер можно сказать типа можно сказать тут видимо про призрака связана речь проверяй все камеры охраны потом смотри на экран или блики света или следы рук на камере если типа якобы кто-то проклят или что-то в этом роде типа то что призрак наверно там также я так понимаю в выбирать персонажа кто из них якобы под пределом ну или под воздействием призрака кого-то в ноутбуке но реже в компьютер в общем как-то так ну давайте начнем в принципе мы попробуем каждое время ты должен правильно выбрать аниматроника в ноутбуке чтобы призрак был одет другом костюме или что-то или овладел другим костюм костюм костю смотри внимательно на всякие мигание света или камеры или же что-нибудь другое ну типа как движение возможно аниматроников так что можно думаю начать смотри внимательно вот как то так если ты готов нажми на аниматроника если он под воздействием призрака хорошая работа и еще кое-что также проверяй аниматы состояние аниматроника но стабильность каждое время зови его к себе чтобы пасть в конвейер чтобы его обратно починить и ну и будь уверен что он не под воздействием призрака ладно ну и перевод конечно говорю не очень у меня собственно сильно о где я я что умер мое тело он это место я чувствую ужасно и типа никак не к форма не комфортно тебе как-то так все хорошо но я чувствую себя опустошенным типа что его якобы убили что ли сталкет типа как сталкеры куплю под воздействием кого-то убийство что-то в этом роде но это чувство это новое что-то со мной кто-нибудь слышит меня ходьба какая-то что это было то здесь я не принесу видимо вреда просто нажми просто помогите мне выбраться отсюда ну что-то в этом роде можно сказать пожалуйста о я не видел раньше ничего и и тебя ра и тебя тогда ну якобы раньше можно сказать какой-то федор или что это или кто это ладно но перевод не особо будет хорошо шпарить но все же будем стараться как можно такс такс это где мы так тихо ого мы что в разуме я так понимаю медведь вот это да боже я не ожидал что ты тут появишься я палубер или что-то палубер я так понимаю где какого черта где я кто ты такой ты внутри беринс какой-то ну что-то в этом роде эта линия связана с жизнью или смертью я умер как это произошло что произошло что произошло со мной типа как это возможно что произошло со мной притормози паренек я сказал что это между жизнью и смертью то есть ты еще не умер что ты имеешь во всем и что ты имеешь ввиду во всем этом я имею ввиду что ты можешь вернуться обратно в реальный мир когда ты захочешь окей хорошо верни меня обратно сейчас же я не при я не я не собираюсь здесь типа находиться да но не так быстро я помог я здесь чтоб помочь чтоб закончить какой-то бизнес в реальном мире или типа ему нужна будет помощь а ну да в принципе помощь ему нужна ну в принципе как то так почему ты это не можешь сделать сам я не живой так как в отличие от тебя я застрял здесь очень надолго ну как я помню я очень ждал что кто то придет вроде тебя и кто нибудь поможет мне продвинуться дальше и вернуться к жизни эм.. твоя помощь моя нужна в том чтобы за закончить мой бизнес в эээ отеле или в ресторане джейерс какой-то ну ёниорс или что-то в этом роде связано с его виной и его руки как он сказал ну тут написано иди в кровать я тебя транспортирую обратно в реальный мир и увидимся следующую ночь вот она что да выглядит конечно не особо примитивно еще ты такой жмыхнутый ладно страшно выйдет или как будто под чем-то ого сколько тут всего использую камеры чтобы найти аниматроников понятно тоже ты можешь позвать аниматроника к себе понятно и выбирать аниматроника какой из них все-таки заражен каким-то вирусом якобы призрак уже зашел в аниматроника так так кто-то из них свет пропал ну-ка они чекали это случаем сейчас заглянем да серьезно это было чека просто камера начала не особо стабильно работать призрак был одержимым под воздействием чеки 6 вот это новости так ладно такое вроде бы пока нормально призрак вошел в аниматроника под воздействием камеры в общем призрак короче попался короче он уже в аниматронике так образно говоря так тут какие-то непонятные изобилия были но и к во бони что ли да похоже это был боня ну-ка давайте проверим надеюсь правильно да бонни был одержим так первая ночь успешно успешно пройдено паулбер ждет тебя ну или просто целевой медведь будем называть короче медведь с заданием ладно вторая ночь кто такой паулбер капец я только начала уже вторая ночь наступила как-то быстро вроде бы понятно что нужно делать но если что не совсем мне еще понятно но может думаю пойму со временем хорошо такс ты вернулся как произошла прошла твоя первая смена н Выглядело очень странно, и какая-то паранормальная активность была, причём очень сильная. Ну, я так буду переводить не особо. Похоже, призрак всё ещё находится в этом ресторане многие годы, и играет с всякими аниматрониками, или издевается над ними. Подожди, если призрак в реальном мире, то почему ты всё ещё здесь? Ты мог бы выйти прошлой ночью. Хорошо, да, ты поймал меня, я солгал. Каждый призрак может вернуться обратно в реальный мир, но я очень боюсь или переживаю, я не могу вернуться обратно, и прячусь здесь, в этом костюме, очень долго. А призраки боятся призраков? Ну, разве что чуть-чуть, да. Поэтому мне... Поэтому ты нужен мне, я так понимаю. Я пытался, я пытался не бояться её, но она... Она не отпустит, не выпустит меня отсюда, и тем более то, что якобы то, что я должен умереть здесь, и... Поэтому я прячусь здесь, с тобой. Но... Ты здесь, и ты поможешь мне... Сбежать из этого призрака раз и навсегда. Да, но я не уверен насчёт об этом... Типа я не приманка, что ли? Типа в этом роде... Нет, нет, нет. Ты прав. Давай поговорим позже. Давай поговорим завтра. Ну, типа в следующей ночи. Ладно. Вторая ночь. Сейчас, надеюсь, будет понятно мне. Ну, может и не совсем, конечно, но надо будет пробовать. Такс. Вторая ночь началась. Пока никто не одержим. Ну, это, по крайней мере, пока что. Так, призрак уже... Здесь. Так. Так, значит, неодержима. Марионетка, видимо, тоже не должна быть одержима. Какие-то искажения здесь были. Хм... А что если... Вероятнее всего... Вроде пока никого. Так, ладно. Будем пытаться что-то сделать. Так, здесь нет одержимости. Она тоже неодержима. Она тоже неодержима. Фоксян тоже, вроде как, неодержимый. Интересно, почему. Может быть, это проделки марионетки. Может быть, это проделки марионетки? Может быть, это марионетка? Ну-ка. Подумаем. Ой-ой. Похоже, это не она. Так, ладно. Это была не она. Вероятнее всего, призрак находится в другом костюме. Следы. Я вижу. Да, значит, она неодержима. А кто может быть одержим? Фредди? Ну-ка, давай проверим. Нет. Ну, блин. Хорошо. Просто следы, мне так кажется, что они просто так здесь. Фигачат. Точно не знаю, кто одержим из них. Вот опять следы. Может, это Бонни все-таки. Может, это Бонни все-таки. Одержима. Вот. Вот реально, если честно, я не видел. Ладно. Попробуем еще раз. Жесть. Хардкор уже начинается у меня потяжелее становится. Ну, так как это вторая ночь, я не особо вникаю в ней. Чика была все-таки одержима. Чика была все-таки одержима. У меня не было ни таких подозрений к ней. Как бы говоря. Уже призрак овладел телом. Уже призрак овладел телом. Даже не знаю, кто из них одержим. Оба свалили. Каждый человек, что у меня нет. Уже призрак овладел телом. Оба свалили. Не особо, блин, определить, кто из них одержим. Следы я уже вижу. Фредди, наверное? Серьезно, Фредбер был одержим? Шесть. Фредбер был одержим, но он не подавал никаких признаков действий, то, что он одержим. Это как-то странно. Значит, мы можем его пока позвать. Мы будем сейчас всех эксплуатировать, пока можем. Аниматроник уже овладел телом. Хм. Кто бы это мог быть? Точно не Фредбер. Я его не видел. Помехи какие-то создаются опять. Что, неужели Фокси всё-таки, да? А, понял. Это Балумбой. Пока позовем всех. Балумбой был одержим. Это вторая стадия. Из трёх. Нам нужно продержаться. Призрак уже овладел телом. Так. Ну и кто же из вас двоих? Вот опять следы. Чика здесь. Чика здесь. Фокси здесь. Ну, отпечатки чьи, интересно. Кто же может быть нестабилен? Нам надо быстрее думать, кто из них. Фоксиан не влияет. Странно. Что они мне? Небось марионетка, что ли? Ну, хорошо. Может быть, это марионетка? Нам надо узнать. Да, это была марионетка. Но по ней не видно, что она была одержима. Просто её не было. Фух. Это было жёстко. Ладно. Приступим. Мг. Так как ты закончил эту, можешь посмотреть. Я хочу посмотреть, что это. Я не буду кассеты все пропускать. Уж лучше посмотреть все. О, Фёдор несёт руку. Прикольная анимация. Выглядит, конечно, что происходит. Остерегайся, Мангл. В каком смысле? Жесть. Что это? Его Мангл прихлопнуло? Жесть. Вот это новости. Вот это новости. Давайте третью ночь, что ли, начнём. Мангл. Самое главное, чтобы было всё нормально. Такс. Мы вернулись обратно к Паулберу, или же целевому медведю. Так. Эй, как у тебя обстоят дела? Ну, вроде в порядке. Я нашёл что-то. Ты должен это знать. Ну, типа, ты знаешь об этом, или что-то в этом роде. Это... Это... Твой разум? Я думаю, что призрак подаёт какие-то сообщения про старую школу в виде VH-A-6-тейп. Ну. Кассета, короче. Кассета? Да. Типа, тогда, когда я закончил свою работу, похоже, он что-то... Он дал... Он подаёт какой-то... Ммм... Сигнал в виде СМС-ки или что-то в этом роде. А... СМС? О чём ты имеешь в виду? Ну, или типа сообщения? Просто сокращённо. Ну, я не так уверен, конечно, но про старую школу в мульти... Мультипликатном эпизоде что-то происходило помимо этого, наверное. Ну, или очень странно. Ну, и как же конец кассеты был? Фредди нёс детали аниматроника и там было написано, что Мангл. Мангл? Это... Мангл... В... В деталях или что-то в этом роде. Похоже, призрак в анимат... Призраку нужна аниматроник... Детали аниматроника? Может быть, призрак создаёт новое тело и она будет как Мангл? Мангл? Что? Я не думаю, что это хорошее звучание. Ладно. Увидим следующую кассету, которая нам поможет. Я поговорю с тобой позже. Удачи. Ну, ладно. Ну, перевод, конечно, не особо хороший получается, но я стараюсь изо всех сил. Такс, третья ночь. Приступим. Кто же у нас будет теперь импостер? Призрак пока не овладел ничьим телом. Пока что. А вот теперь овладел. Вы что сразу так убегаете? Я не успеваю. Вот, что это было сейчас. У меня камера сама, если что. Я руками не держу ее. Тут кто-то одержимый. Но кто? Камера у меня случайно сама подскальзывает репутацию. Чика вряд ли будет одержима. Это что происходит? У меня камеру саму переклинивает. Если это не кто из них, то вероятнее всего призрак это марионетка. Возможно. Ну-ка, попробуем узнать правду. Увы, но не она. Хорошо. Ладно. Увы, аниматроник не призрак этот. Интересно, кто? Фёдор? Марионетка неодержима. Но кто может быть одержим? Может быть, Фёдор? Ну, Фёдор бы давал какие-нибудь признаки. Увы, но нет. Похоже, это последняя критическая атака, которая могла бы спровоцировать эту репутацию. Может быть, это Чика всё-таки? Тоже не она. Ну, блин, меня сейчас убьют. Фигово дело. Нет, это точно не они. Значит, кто-то другой. Но я уже всё. Бонни был одержимый. Ну, блин, он не создавал каких-то действий. Жесть. Посмотри на камеры и какие-то следы рук. Или что-то в этом роде. Ладно, попробуем ещё раз. Не особо, конечно, понятно. Мне игра нравится. Марионетку нигде не видно. Попросту. Совсем. Призрак овладел теперь телом. и кто бы это мог быть? Я понял. Балумбой. По его стабильности просто видно было, что она барахлит. Только его не видно было. Так, созываем кого-то из наших. Берём Фёдора сначала. Будем так по очерёдности всех шбахать. призрак уже овладел телом и следы сразу появились. Неужели это Бонни? Нет. Ладно. Бонника у нас не одержим. Значит, его зовём. Но следы дали о себе знак. Может быть, это марионетка? Но Бонника точно не одержим. Пусть простит меня, если случайно я случайно это сделал. Ну, я думаю, он простит. Камроли сейчас барахлила. Оба, что ли? И оба в одном месте. Может быть, это марионетка? Да. Это была она. Фигово дело, что марионетка была одержима. А как я всех успею отреагировать сразу же? Блин, вот это трэш. Плохо дело. Так, экран моргает. Там кто? Фёдор у нас? Либо он не. Если это не Фёдор. Нет, это не он. да, это он был. Но я боюсь, что я сейчас продую. Стабильность нестабильна. Фёдор сейчас убьёт меня. Да. Это был Бонни, но я не издалека же не заметил. Почти. Но Бонни был убийцей. Мысленно. Так, ещё раз попробуем. Но теперь уже понятно, что Бонни был всё-таки одержим. Блин, как его там заметить? Он же не всегда там. Не угадаешь, блин, кто из них кто. Ладно. Бонни с очками. Теперь я знаю, что там Бонни ошивается, тут Фокси, тут Чика. Здесь Фёдор. Вся там компания пришла сразу. Значит, одержимым был Бонни тогда. Чика неодержима. Опять камеру тут мне устраивают. нет. Стабильность нагревает воронников нормально ещё. Да что ты делаешь? Глаз опять это марионер какие-то проделки делает, да? Нет. тогда зовём. Опять поворачивает. Чья стабильность фиговая? камеру портит своим видом. Фёдор, случаем не ты тут всю кашу заварил, а? Нет. угадывать угадывать Нужно говорить правду. Стабильность у Фреддика падает. Надо быстрее зайти в это место. ну раз не Фредди и не Бонни может быть это Фокси творит дел. Ладно, рискнём. Позовём его, ладно. Ну и стабильность не во всех аниматрониках шикарна. Знаете ли. 15. Я боюсь, что я сейчас сдохну. Понятно, Фокси был одержим. Я так и думал. Блин, тут что-то вообще не особо шпарит, ладно. Перейдём потом на следующей серии, потому что серия уже долго затянулась. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте лайкать, подписываться и комментировать этот ролик. Также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте. Ну, мало ли кому-нибудь будет интересно. Также не забудьте посмотреть наши прошлые ролики с Полиной Демон. Всё есть на моём канале. Так что увидимся с вами на следующих сериях. Всем удачи и всем пока.